Внимание! Это видео содержит фатальные, значит, в общем, сцены, которые, собственно, и закончатся. Это видео, я думаю, что имеет смысл посмотреть это видео в погоне целиком, прокомментировать его полностью, чтобы узнать чуть побольше о такой интересной жизни в Соединенных Штатах Америки. Итак, полицейская погоня на небольшой скорости, в дождливую погоду, где-то на американской равнине. Это какая-то местная дорога в штате Нью-Йорк, которая находится на северо-востоке Соединенных Штатов. Мы видим указатели Нью-Йорк, Фейрланд и так далее. И вот на медленной скорости уходит от полицейской погони белый автомобиль с подозреваемыми, возможно, с преступниками. И вот, несмотря на то, что у полицейских есть строгий регламент не обгонять ту машину, за которой они гонятся, тем не менее, шериф или кто это у нас решил все-таки преградить путь той машине белой, которую мы видим. Но это неправильно, потому что из... Вот мы видим, что происходит. Видите? Подозреваемый достает пушку. И в ответ... Ну, это нельзя так делать. И в ответ, конечно же, тут же полицейские открывают огонь. Все. Они расстреливают моментально то место и плюс-минус 20-30 сантиметров, откуда показалась рука с пистолетом. То есть подозреваемый все. Уничтожен, ликвидирован, нейтрализован. Как хотите, говорите. Со всех сторон. С трех, с пяти сторон. Все. Его просто расстреляли. Контрольные выстрелы. На всякий случай, чтобы, не дай бог, не было уже вопросов. Сначала стреляй, потом спрашиваю. Видите? Вот сейчас полицейский чуть было сам не стал жертвой преступников, потому что он обогнал эту белую машину. А стрелять вперед гораздо проще, чем в стороны или назад. Поэтому буквально был наш герой полицейский вот в той, в первой машине. Буквально на волоске от гибели. Но мы видим, что, возможно, слава богу, не стал стрелять в него преступник. Но, тем не менее, его действия были явно злонамеренными. Он не собирался, видимо, сдаваться без боя. Он вытащил пистолет или имитацию пистолета. Ну, скорее всего, это был настоящий боевой пистолет, которых в Америке пут-пруди, как говорится. И, в общем, все. Этим он подписал себе смертный приговор. Потому что в следующее же мгновение, возможно, он успел сделать один-два выстрела. Но я так не думаю. Я не заметил, чтобы он что-то успел настреляться. Но в него тут же полетел шквал свинца. Град огня на него обрушился с трех сторон. Может быть, с четырех копы просто его уничтожили. Они просто его превратили в кусок бесформенного мяса. Сначала стреляй, а потом спрашивай.